На это всё больно смотреть, потому что люди в очередях в основном пожилые, потому что мест, вероятно, хватило не всем. Потому что так не должно быть в государстве. Год только начался, а крупнейшие больницы уже не принимают пациентов по направлениям. Записаться, скажем, на УЗИ, писала газета Дэна, можно только на ноябрь, то есть ждать 9 месяцев. Кто-то не дождётся. В четверг в Восточной больнице произошла давка. Очередей было две. Когда сказали, что принимать будут только в одном окошке, началась паника. Пришлось вызвать охрану. Дозвониться в регистратуру безнадёжно. Из-за шквала звонков система виснет. 21-й век. Больницы объясняют — это всё из-за ажиотажа, который случился в начале февраля. Тогда за несколько часов после начала записи были заполнены все государственные квоты на отдельные обследования. Но ажиотаж — это следствие. А вот и причина. Президент Латвийской ассоциации семейных врачей с армией Твейда объясняет — в этом году доступность оплачиваемых государством медицинских услуг уменьшилась. Также снижен объём обследований, на которые могут направлять семейные врачи. Только через специалистов. Это значит, путь к обследованию стал сложнее и длиннее. Однажды министр здравоохранения Гонтис Белевич уже извинялся за плохую коммуникацию. За то, что его неправильно поняли. Кажется, пришло время извиниться снова. Теперь всё понятно — больные стране не нужны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...